Протекающая крыша, серые стены, вентилятор вместо кондиционера. Детская поликлиника номер 3 на улице Камышинской не видела капитального ремонта с 1989 года. Здесь обслуживается более 19 тысяч маленьких пациентов. Все они проходят диспансеризацию. И совсем скоро, благодаря качественному и современному ремонту, ситуация изменится к лучшему. Детская поликлиника номер 3 будет отремонтирована по программе модернизации первичного звена здравоохранения. За три года здесь отремонтируют крышу, инженерные сети, проведут внутренние отделочные работы, завезут новую мебель и оборудование. Все работы пройдут по самым современным стандартам с использованием бережливых технологий. На эти цели направят около 126 миллионов рублей. Делается это будет поэтапно. Начинают с кровли и коммуникации, и дальше уже по этажам будут спортироваться вниз. Конкурс уже назначен, ремонт начнется, планируется начать с осени этого года. Уже на данном этапе мы создаем проект нашего ремонта. На время ремонта поликлиника закрываться не будет. Работа всех специалистов продолжится в штатном режиме. Запланировано поэтапно перекрывать только те секции здания, где будет вестись реконструкция. Светлана Маштакова воспитывает двоих детей. Младшему Николаю всего 8 месяцев. На профилактические осмотры с детьми в поликлинику номер 3 молодая мама приходит регулярно. Светлана довольна отношением врачей, но признает, что здание давно нуждается в ремонте. Врачи, конечно, здесь замечательные, всегда отзывчивые. Если что-то не так, звонят, если даже узнают, что у нас чуть-чуть мы заболели, звонят, спрашивают, как у нас дела. И у врачей, конечно, там, как мы заходим к своему участковому педиатру, там, конечно, ремонт требуется. Там стены обшарпаны, облуплены. Мебель надо бы, конечно, поменять, потому что там как будто их прогрызли. Укрепление здоровья детей – это одна из приоритетных задач нацпроектов здравоохранения и демографии. По данным Минздрава Ульяновской области, профилактика позволяет выявить заболевания на ранних стадиях и принять необходимые меры. В 2022 году в регионе комплексный профилактический осмотр должны пройти 204 тысячи детей. Диспансеризацию проходят все дети с одного месяца до 17 лет, в том числе и пациенты детской поликлиники номер 3. Диспансеризация нужна для того, чтобы выявить заболевания на ранней стадии, определить факторы риска, группу здоровья ребенка. Если какое-то заболевание педиатр подозревает, соответственно, он отправляет уже на второй этап к узкому специалисту. Проходится обширное обследование. Если этого недостаточно в амбулаторном этапе, уже ребеночка будет оформляться на дневной либо круглосуточный стационар. Из-за пандемии диспансеризация была временно приостановлена. С марта в регионе возобновили проведение медосмотров. В первую очередь диспансеризацию необходимо пройти детям, перенесшим COVID-19. Задача родителей – выполнять рекомендации врача по дальнейшему обследованию и лечению. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.